В понедельник вечером на территории трамвайного парка загорелось кладбище городских автобусов, которые ждут утилизации. Столб черного дыма был виден даже из соседнего района. Что именно горит, жителям близлежащих высотных домов гадать не пришлось. Стоянка на несколько десятков списанных автобусов была видна хорошо. Полыхали и чадили черной копотью автобусы Део, расположенные практически в самом центре этой автосвалки. Пробраться к очагу возгорания пожарным было непросто. Машины стоят так близко друг к другу, что в салон некоторых автобусов можно было пробраться только через окна соседних, либо приходилось шагать по крышам. Спасатели плутали в этих железных лабиринтах, протягивая за собой еще и пожарные рукава. На момент начала тушения горели три автобуса, четвертый только занимался пламенем. Быстрое распространение огня было вызвано именно тем, что автобусы стояли вплотную друг к другу. Сотрудники предприятия заверили, что никаких пожароопасных работ вблизи списанных транспортных средств не проводилось. Аккумуляторные батареи с машин сняты. Самовозгорание невозможно. Рабочая версия – хулиганский поджог. Территория трамвайного парка обнесена забором, но со стороны этой стоянки ограда весьма условна. К ней примыкают гаражи и забраться на территорию совершенно нетрудно. Судя по разбитым стеклам машин, подростковая тропа сюда не зарастает. Десятки ДЭО, как сообщили в пресс-службе мэрии, ценности уже не представляют. Это машины, которые полностью выработали свой ресурс. Наследие АХПАТП хранилось здесь как наборы запчастей для еще работающих машин. По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На ликвидации поджога работали 20 пожарных и 5 единиц техники. С места происшествия Алла Баковкина, Мария Дедова и Андрей Алферов.